Немало молодых ребят из Абхазии героически защищают мирное население Донбасса. Но на войне, как на войне, не обходится без потерь. Гражданин Республики Абхазия Владимир Тумак погиб на Херсонском направлении, в посёлке Крынке. С семьи с самого детства Владимир воспитывался в духе патриотизма, был человеком с волевым и упертым характером. И, конечно же, он не мог остаться в стороне, когда началась специальная военная операция. Нашему гражданину, гражданину Республики Абхазия, нашему земляку Тумак Владимиру Валерьевичу, достойный сын народа, погиб в ходе специальной военной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Он отдал жизнь в борьбе с нацизмом во имя торжества справедливости, низкий поклон родителям, воспитавшим достойного сына и патриота. Владимир Тумак прожил достаточно нелёгкую жизнь. Ему пришлось рано повзрослеть после смерти отца и взять на себя ответственность за братьев и сестёр. Он создал свою семью, дорожил родными людьми и семейными традициями, любил порядок во всём. Проводить Владимира в последний путь пришли его односельчане, друзья и сослуживцы. По словам его друзей и родных, он был настоящим патриотом и бойцом за справедливость. Я с ним почти вырос вместе, учились вместе после военные времена. Скажу так, что он был физически крепкий парень, доброй души и упертый. Всегда настаивал и защищал свои интересы. Учитывая ту ситуацию, что он ещё получил ранение, знаем, это всё услышали. Вот это, что он был упертый человек, вот это его не остановило. Он не смог своих бросить друзей, товарищей, с кем он воевал. Штаб поддержки и помощи Донбассу с 2014 года оказывает гуманитарную помощь бойцам и жителям Донецкой и Луганской народных республик. Представитель штаба Роман Рязанцев на траурном митинге, посвящённом Владимиру Тумак, выразил свои соболезнования. Смотрели список наших погибших, уже такая тяжёлая история. Получилось, что Тумак Владимир Валерьевич, 40-й погибший, гражданин Абхазии на войне на Донбассе. Вот. Поэтому вечная память о нём останется навсегда с нами, чем сможем, будем помогать всегда. Сказу ему просто добавлю о том, что он, будучи несколько раз ранен, и всё, имея тот характер свой, защищал именно русский мир на Донбассе против фашизма. То, с чем воюет Россия сейчас на Украине и с коллективным Западом. Вечная память герою, отдавшему жизнь за мир на Донбассе. Его героизм и отвага всегда будут служить примером подрастающему поколению. Ульяна Рожкова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.